Галина Марковна живёт в этой деревне уже полвека. За тепло в доме у неё по старинке отвечает русская печь. Заготавливать дрова приходится заранее. А так хочется уже пожить в нормальных условиях, говорит бабушка. Надо газ проводить, да, обязательно. Да, старые люди мы уже все собрали, и ещё и сейчас нету. Да, откуда-то, чего-то, к кому-то брашаться. Удобнее с газом-то будет? У вас плита сразу появится? Появится, конечно, плита будет. Копию на плиту денег из пенсии. О том, что в деревню Купреева придёт газ, людям сообщили три года назад. Тогда местные чиновники собрали с каждого дома по 20 тысяч рублей. Вы собирали, чтобы вам принести проектную сметную документацию по газопроводу низкого давления. Всё это стоимость ходит, межевание, изыскательные работы, топографии, геологии. Но о проделанной работе населению чиновники не отчитались. И местные жители забеспокоились. А вдруг их просто обманули. Девчонки, Владимир, ездили. Область не знает. Нету этой сметной документации. Вот на нашу деревню. Правильно, труба высокого давления пойдёт. Но зайдёт ли она сюда, никто не знает. Тем не менее, в облгазе и районной администрации нам подтвердили. Газ в Купреево и 10 соседних сёл придёт, возможно, уже в этом году. В сентябре «Газпром» планирует провести торги и найти подрядчика на строительство межпоселкового газопровода. Всего здесь проложат более 50 километров сетей. Планируется его строить по программе «Газпрома» газификация регионов России. Мы разрабатываем проект и являемся заказчиками выполнения работ по распределительным счетям газопроводным. Все проекты у нас разработаны. Голубое топливо ждут и в деревенском ФАПе. Прежний ФАП в Купреево сгорел 10 лет назад. Людей стали лечить в бывшей ветклинике. Проходимость по 20-30 человек в день. Нас сюда заселяли как бы временно. То есть здесь была ветлечебница, почти полностью развалившееся здание. Мы, значит, его строили населением. Делали косметический ремонт, ну и привели в божеский вид. Но, значит, здание очень маленькое, чтобы здесь находился ФАП. Приходим очень тесно, когда приходят бабушки. И особенно вакцинации у детей очень народу скапливается много. В ФАПе работает всего два кабинета. В одном из них принимает педиатр, который по совместительству еще и гинеколог. Тут и дети принимаются, и тут же гинекология проверяются, то есть женщины. И приходится, конечно, тесниться здесь. То есть по очереди, очередь огромная. К слову, в 33-м регионе в этом году планируется открыть сразу 10 ФАПов. На эти цели было выделено 24 миллиона федеральных денег и 70 областных. И про деревню Купреева в облздраве помнят. Здесь построят модульный ФАП. Там у нас все будет нормально. Я думаю, что в 2018 году у нас план есть там открыть ФАП. И все оборудование. Это первичная лабораторная диагностика, наборы для оказания неотложной помощи. Там процедурный кабинет, где можно делать вакцинацию и начинать первичную диспенсеризацию. Современные лечебные учреждения. А еще деревенские жители пожаловались, что кареты скорой. К ним в Купреево из Курловской ЦРБ приходится долго ждать. Нужна была срочно скорая. Молодой человек, 38 лет, умер у нас. От чего? Ну, там отравление суррогатом. Хотя скорой могли бы спасти, если бы время не упустили. Население в самом Курлове 6141 человек. И прикрепленное население 7800 человек. И на все это население, к сожалению, по нашему законодательству выделяется всего одна машина. С каретой скорой помощи. Более того, в Курловской больнице большая проблема с кадрами, говорит главврач. Работать с фельдшерами, выпускники медколледжа сюда не едут. Зарплата небольшая, да и жилья медработникам в Курлово не предусмотрено. Поэтому по деревням, в том числе в Купреево, бывает просто некому ехать.